Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Бойцы с линии фронта получили собранную им помощь от жителей муниципалитета. Мы выражаем огромную благодарность людям, которые к нам не слились равнодушно. Фольклорный коллектив «Терик» отпраздновал 15-летие со дня основания. Но я сама родом с «Терика», поэтому получилась вот такая вот завязка. В Ленинский округ приехала труппа цирка «Шапито». Группа активистов «Надёжный тыл» на регулярной основе собирает гуманитарную помощь для бойцов, которые задействованы в специальной военной операции. Сообщество было создано в октябре 2022 года в социальной сети и объединяет сотни неравнодушных людей. Места сбора гуманитарной помощи находятся в разных уголках муниципалитета. В прошлом месяце точка сбора была организована во дворе жилого комплекса «Государев дом». Через некоторое время бойцам доставили посылки, собранные неравнодушными жителями. А сейчас с линии фронта пришёл видеоответ. Мы выражаем огромную благодарность людям, которые к нам отнеслись неравнодушно, что это предоставили. Вас очень много и с вашего разрешения я засчитаю. Это управляющий компанией Гранель, начальнику участка Александре, депутату Ленинского городского округа по избирательному округу номер 5 от партии «Единая Россия» Кокоевой Алене Викторовне, Лопатинской среднеобразовательной школе дошкольного учреждения. И огромное, конечно, спасибо жителям по улице Сухановская, что вы нас не забываете, помните и делаете нам такой, так сказать, подарок. Помощь оказывают регулярно. Следующий груз будут собирать 2 декабря в торговом центре по адресу Сухановской улицы, дом 1, строение 1. Любой желающий может вступить в группу «Надёжный тыл» и помочь бойцам СВО. Более тысячи жителей Подмосковья в настоящий момент получают дополнительное профобразование в рамках национального проекта «Демография». Среди них мамы дошкольников и находящиеся в декрете. Пройти бесплатные курсы также могут предпенсионеры, безработные, участники СВО и другие категории граждан. Чтобы стать участником проекта, необходимо зайти на портал «Работа России» и подать заявку. Далее выбрать подходящие образовательные программы. После прохождения обучения выдается официальный документ о квалификации. В 2023 году в рамках нацпроекта завершили подобные курсы уже почти 5000 жителей области. Юбилейный вечер, посвященный 15-летию фольклорного коллектива «Терек» прошел во Дворце культуры «Видное». Уникальный ансамбль, созданный на базе Муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина, сейчас известен не только в Ленинском округе, но и по всей России. Поздравил юбиляров наш корреспондент Максим Козлов. За кулисами царит волнение и суета, кто-то прихорашивается, кто-то распевается. Но вот в зале гаснет свет и над зрителями летят протяжные звуки казачьих напевов. Небольшой зал Дворца культуры «Видное» с трудом вместил тех, кто пришел послушать казачьи песни в исполнении участников коллектива «Терек». Он своеобразная визитная карточка Муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина. С момента своего основания, с 2008 года, фольклорный коллектив «Терек» стал своеобразной яркой звездой центра культуры, который радует нас постоянно какими-то новыми работами, своим оптимизмом заряжает не только всех сотрудников, всех жителей, зрителей, которые посещают наши мероприятия и остается по сей день такой же яркой звездочкой. Репертуар фольклорного коллектива «Терек» значительно отличается от других ансамблей, поющих народные песни. Сегодня в нем участвуют 35 артистов в возрасте от 4 до 70 лет, а когда-то все начиналось с нескольких энтузиастов. Появилось 7 казаков, которые как раз назвали «Тереком». Отлепились мы от музыкального сопровождения, стали работать только голосами. После этого мы решили, что и дети могут только голосами работать, что это не страшно. Потом у нас появилось многоголосие, и наконец-таки мы стали петь прям терскую, живую, настоящую традицию. Но я сама родом с «Терека», поэтому получилась вот такая вот завязка. За долгие годы коллектив исполнил более 500 народных песен. Многие из них по-настоящему уникальны и были неизвестны широкой публике. Их артисты привозят, в том числе и с гастролей, где встречают немало единомышленников. Когда-то брошенное небольшое семя выросло вот в такой коллектив. А это не могло быть по-другому, если бы за ним не ухаживали, за этим маленьким растением. И вот есть люди, благодаря которым все это шло, 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 и вот дошло до 15 лет. Кирилл Волков – свидетель развития коллектива. Заниматься здесь он начал с трех лет, а сейчас ему 18. И через все эти годы он пронес любовь к народной песне. Фольклор вообще это не сценическое прежде всего. Это вот сел за стол, сыграл песни, как говорят казаки. Не спел, сыграл. За стол протяжную песню. Казаки больше по протяжной песне любят. На сцене ты должен как-то это делать сценически, передавать народу то, как это можно сделать за столом, например. Это очень сложно, но есть какая-то отдача. Для многих артистов коллектив «Терек» стал важной частью жизни. По сути, это одна большая творческая семья. Причем порой не в переносном, а в самом прямом смысле этих слов. Дети. Сейчас у нас есть, например, Анна Качалина. Она у нас первым голосом. У нее уже Полина, внучка. Уже поет. Значит, у нее пела дочка. Она уже выросла. И мы стараемся вот как-то прививать это детям, внукам обязательно. И у нас это получается. Ни одно крупное мероприятие, проводимое в муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина, не обходится без участия «Терека». Коллеги отмечают, что работать с ними – одно удовольствие. Они такие, какие-то все очень добрые, светлые. И это те люди, которые любят свое дело. Особенно руководители Елены Сергеевны и вообще взрослые, все участники. Они всегда рады. Они всегда дают свою типо, свою доброту. И мы им стараемся тоже отвечать тем же. После того, как отпразднуют 15-летие коллектива, артисты вновь отправятся в путешествие. В этот раз в Краснодарский край, где встретятся с коллегами, чтобы обменяться опытом. С мастер-классом и с концертом. 16 ноября мы будем там, на Кавказе, на моей родине. И будем меняться. Нам покажут, что они умеют. Мы покажем, что мы умеем. В общем, к своему дню рождения мы сделали себе еще вот такой подарок. Коллектив нашего телеканала присоединяется к поздравлениям. Звучите так же ярко и красиво. И продолжайте радовать людей своими песнями. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. К нам приехали медведи. Так называется представление, с которым Ленинский городской округ посетила труппа цирка «Шапито Фантастик». На премьере побывала и наша съемочная группа. В жилом комплексе «Видный город» развернулся цирк «Шапито». Территория развлечений продумана до мелочей. В фургончике артистов припаркованы у шатра, чтобы не создавать помех прохожим и автовладельцам. Цирк «Шапито Фантастик» стал прекрасным поводом собраться всей семьей и посетить представление рядом с домом. У нас дедушка просто мимо проезжал и сказал, там купа у цирка, надо обязательно сходить. Очень хорошо, потому что не всегда можно выбраться из своего района в другой район. Все организовано, всех проводили, никто не толкается. Несмотря на то, что он маленький, все равно даже здесь вы видите в фойе, что нет какого-то столпотворения. Отапливаемый натяжной шатер вместил в себя зал с ареной и зрительскими трибунами, а также помещение, где можно провести досуг в ожидании шоу. В цирке собралось большое количество детей и взрослых, которые пришли не только на представление, но и чтобы сделать грим, приобрести игрушки, а также отведать попкорна или сладкой ваты. Данный цирк является не только местом для проведения досуга. Вместе с администрацией Ленинского городского округа организаторы мероприятия оказали поддержку малообеспеченным семьям и семьям мобилизованных. Им был дан шанс насладиться шоу вне зависимости от возможности и достатка. Вместе с дочкой и мужем, который прибыл в отпуск из зоны СВО, цирковое представление посетила Ольга Хомякова. Очень замечательный цирк, который к нам приехал в шаговой доступности. Спасибо администрации за выделенные билеты, причем бесплатные для семьи мужья мобилизованные. Вот у меня как раз муж, он пришел в отпуск. И вместе с всей семьей мы сегодня пришли в цирк. Все номера, все представление, оно невероятно позитивное. И безусловно для тех, у кого в жизни случился негатив, который просто тяжело людям, это та таблетка, которая принесет им радость, уверенность и энергию в дальнейшем. Между выступлениями артисты готовят сладкую вату и делают грим маленьким посетителям. Каждый из выступающих признается, цирк – это второй дом, и они стараются успеть приносить как можно больше радости гостям представления. Это уже как образ жизни. Привыкаешь ко многому. Поначалу, конечно, что-то не успевали, что-то родственники в большинстве случаев помогали брать какую-то обязанность, например, на себя. Плюс давно уже наработанные трюки дают о себе знать, что можно уже немножко подрасслабиться в какие-то моменты. Уже просто наслаждаешься работой и все. Исполняется рекордный трюк. Внимание! Девять колец! Мы с братом акробаты-жонглеры с Диабола. Это китайский жанр, что-то вроде большого йо-йо, только не привязано к веревочке, а его можно подбрасывать, ловить, делать разные акробатические элементы, жонглировать несколькими такими Диабола. Но так как мы работаем в цирке, мы умеем все, поэтому мы можем и сахарную вату людям предложить. В репертуар шоу, кроме цирковых номеров и акробатических трюков, входит выступление с животными – дрессированные кошки, собаки, а также бурые медведи, которые порадовали публику жонглированием и ездой на велосипеде. Многие зрители отметили, что именно выступления четвероногих артистов произвели наибольшее впечатление. Хотели увидеть воздушных гимнастов, очень, и медведей. Собственно, из-за этого и пришли, но в итоге понравилось все. Мне понравилось, как собаки прыгали по препятствиям. Яркое шоу никого не оставило равнодушным. Посетители отметили номера в стиле старой школы, которые сейчас редко встретишь в современных цирках, а также наличие интерактива как с детьми, так и со взрослыми. У нас двое детишек, вот второй подрос, и, в принципе, он же сидит и смотрит, эмоции переполняет всех, не только детей, но и нас тоже. Очень все замечательно, дети довольные, и расцветка, и музыка просто отлично. Спасибо большое за такое удовольствие. На территории ЖК «Видный город» в цирке Шапито открыты двери для любого желающего вплоть до 10 декабря. Успейте приобрести билеты и порадовать себя и близких ярким шоу. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Все чаще в Подмосковье появляются так называемые ресурсные семьи, которые имеют возможность взять к себе детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Ранее в своем эфире мы уже рассказывали о них, и сегодня снова возвращаемся к этой теме. Предлагаем вашему вниманию очерк о семье Павлык из рабочего поселка Новодрожжино. Это наша любимая площадка. Здесь мы обычно после школы гуляем, вечерами выходим гулять и выходные проводим с друзьями. Лазить по тренажерам, играть в догонялки, спрятать предмет и играть в баскетбол. А это наша квартира, и сейчас я вам проведу экскурсию. Это наша детская. Смотрите, здесь наши дети играют, отдыхают, делают уроки. Это моя спальня. Здесь я отдыхаю и работаю. Идемте, я вам покажу свою кухню. А это наша кухня, где мы обедаем, завтракаем, ужинаем, встречаем гостей, проводим праздники, Новый год встречаем. Ну и так далее. Я работаю воспитателем в детском саду. Живем мы в Ленинском городском округе, рабочий поселок Дрожжино. У нас в семье двое детей. Кирилл 8 лет и Надежда 6 лет. Надежда с 4 месяцев с нами, то есть практически с рождения. Ну вот наша семья, в принципе, вот она в полном составе. Вы сегодня ее увидели. Я и двое детей. Мы живем втроем. Конечно, у нас есть наша любимая няня, которая нам помогает. Ну и наш любимый домашний питомец, кошечка Афина. Вы ее увидите. Основная масса обязанностей, конечно, на мне. Но дети мне активно помогают. Они у меня молодцы. Они заправляют за собой постель. Они убирают со стола за собой, когда придет. Любую мою просьбу, все, что им по силам, они никогда не отказывают, всегда помогают. Пытаются взять больше, чем могут на себя. Вокруг всего района нашего леса. Мы часто очень ходим в лес кулять. Мы ходим на каток. У нас тут заливают каток в школе от губернатора, который. Мы очень много всего интересны. Мы ходили даже на рыбалку. У нас тут есть пруды искусственные, естественные. Мы на рыбалку ходили, пытались ловить. Много не поймали, но, тем не менее, сам факт. Большой район, очень у нас прогулочная зона большая. Мы катаемся на велосипедах всей семьей. Ну и выехать недалеко. В принципе, Москва очень рядом. Мы можем поехать и дальше. Любим ходить в лес в любое время года. То есть сейчас в грязь можем собраться, пойти. Дети очень интересуются природой, веточки, палочки, листочки, как она меняется. Они в школе на окружающем мире проходят. И мы это все вместе. Потом идем, ищем. Последнюю мы шишечку мокрую нашли на батарее, посушили. Она раскрылась. Это такое чудо. Любимый праздник – Новый год. К нам Дедушка Мороз приходит. Дни рождения отмечаем. Какие-то традиции. Любим по пятницам с друзьями в гости ходить. Дети друг к другу ходят. Мы решаем, какую пятницу, кому, кто пойдет. Вот у нас пятница – любимый день недели в семье. К нам приходят или мы куда-то идем. Дружим с семьями. То есть это как бы такое что-то. Отдыхаем каждое лето. Тут у нас традиция. Обязательно каждое лето мы ездим на море. В этом году нам получилось выкинуть на океан съездить, на индийский. Когда как. Ну, ездим. Мы стараемся, что по силу, по финансам я стараюсь вывозить. Дети – да, на море просятся. Ну, самое главное, что в жизни может быть у человека эта семья. Это самая сокровенная, самая такая, как сказать, неприкосновенная для меня. То есть, ну, вы видите, я одна как бы с двумя детьми, и я готова дальше увеличивать свою семью. Не боюсь. Для меня это вот самое важное в моей жизни. То есть это мой стимул, мой двигатель в жизни. Как бы ничего важнее в жизни мне может быть семьей. Ну, я хожу на спортивные и бельные танцы. Люблю домино и шашки. Я помогаю мне не раскидывать игрушки и убираю за собой постель. И посуду за собой убираю. Кошку зовут Афина. Еще она иногда прыгает на телевизор, на кухне. Хочу собаку, чтобы она Афину прогоняла. В школе очень интересно на физкультуре. Там подготавливают очень интересные занятия. Я люблю играть в догонялки, прятки, салки и другие игры, в которые можно играть дома. У меня есть очень много друзей. Я скажу только о трех. Илья, мой самый ближний друг, который около меня живет. Лука, скоро я около него буду жить. И София. Я люблю ходить на кружок «Юный блогер». Там нас учат монтажировать и снимать. Мы тебя ждем! На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.